Всем привет, вы на канале Дифи, в этом ролике мы поговорим в целом про Нитера, так что будет интересно, с вас авансом лайк, подписка на данный канал, также ссылка на мои соцсети как всегда в описании под данным роликом. Но я желаю вам приятного просмотра и давайте начнем. А так как наш ролик про Нитера, буду все показывать на примере недавно собранного мной Вольво. Кто не видел ролик по сборке данного Вольво, про его свап, переходите, посмотрите по всплывающей подсказке. Также по Вольво хотел бы еще сказать, что я не решил ждать третьей части, я уже начал прокачивать Вольво деталями и я благополучно его полностью прокачал. И сейчас Вольво собран по деталям полностью, как видите двигатель полностью прокачан, все детали на месте, так же само турбо, нитро, подвеска. Но это все мы делали в ролике, помимо всего я еще сюда накинул растяжки и на растяжках автомобиль поехал, но все же нужно крутить настройки и этим мы с вами займемся в третьей части, уже когда прокачаем тачку чертежами. Ну а теперь переходим к нитро. Нужно вообще разобраться, где добыть нитро. Сейчас вы его можете купить на рынке или же выбить из ящика, но я бы на вашем месте не пытался испытывать судьбу и сразу же бы его купил. Вообще зачем нужен вот этот вот баллончик Nitro Exit System, это вообще такая штучка, которая нам помогает просто стабилизировать работу чипа. Ну и в принципе прикольная штука, она нам добавляет мощность, она реально, ну хорошо работает, ее заметно в работе, но оправдывает ли она свою стоимость? Если честно, раньше я думал, что это беспонтовая штука, но сейчас мое мнение как бы перевернулось, поменялось. Я сейчас считаю, что эта штука необходима вашему автомобилю, если вы хотите, чтобы он ехал в топ. Но я думаю, что эта штучка необходима, вот этот вот баллон, только в том случае, если вы собираете автомобиль в G-класс или в L-класс. В остальных классах по факту насильно не нужна, но я думаю в будущем без этой штуки в топ никакая тачка не поедет. Пока что тачки и без баллона с нитро нормально туда заезжают. Как видите, цена на него меняется, скакает вверх-вниз на разных платформах. Этот баллончик стоит по-разному, но помимо того, что нам нужен баллон, нам нужно еще заправлять этот баллон. И для этого придумали купоны, которые можно выпить из гонок, БДД, гонок с боссов. Эти купоны вы можете также не выбивать, а просто купить на рынке. Цена на них зависит от платформы и один купон вам дает полную заправку у этого баллона. Этот баллон рассчитан на 80 литров нитро и получается один купон равен 80 литрам нитро. И по факту вы можете за месяц использовать или один купон, или 30, или даже 100. Все будет зависеть, как часто вы используете нитро и как вы настроили это нитро. Сейчас мы перейдем и детально рассмотрим, как настроить нитро. Я уже разобрался и теперь могу вам все точно рассказать, как оно есть. Если у вас будет какое-то дополнение, пишите его в комментах. Я думаю, все оценят, если вы нашли тот момент, который я упустил. Но начнем с того, чтобы настроить вот эту вот стрелочку в диностенте, нужно изначально настроить само нитро. Эта стрелочка тоже играет весомую роль и как она играет эту роль я расскажу чуть позже. Но начну с того, что настраивать нитро нужно тогда, когда у вас уже полностью вкачан автомобиль чертежами и уже стоят все детали. Или хотя бы уже полностью вкачана вся система турбо. И давайте теперь перейдем к тому, как это настраивать. Как видите, у вас есть вот такая вот крышечка, вы видите баллон. И мы видим, что эту крышечку мы можем крутить, можем тыкать, добавлять, отнимать. И вот именно вот этой крышечкой мы по факту и настраиваем то давление, которое нам будет давать вот этот вот баллон с нитро. Ну то есть не давление, а надув, который будет добавлять баллон вот этот с нитро. Как видите, вы можете сделать тест с включенным нитро, а можете сделать тест без включенного нитро. Для примера показываю вам, что я сейчас выключил нитро и мы видим график. Сейчас я включу вам нитро и покажу, как измениться данный график. Для этого нажимаю вот такую кнопочку и теперь у меня нитро включено. Делаю тест и мы видим, что нитро нам добавляет определенно пиковую мощность, пиковый момент. И это замечательно. Это хорошо, но для более лучшего результата, чтобы вам показать, у меня должен был быть полностью прокачан автомобиль. Так вот он у меня полностью не прокачан. Мы не видим с вами последствий после полностью выкрученного баллона на максимум. Вообще никто так его никогда не выкручивает. Обычно хватает одного-двух делений. Но, тем не менее, я выкрутил полностью, чтобы вам показать максимальный результат. Хотел бы еще добавить, что вам нужно настроить вот этот вот баллон с нитро так, чтобы у вас был надув не больше 40. То есть это предел 40, больше 40 выдает ошибку и больше 40 не поедет. Если вы не хотите, чтобы у вас двигатель сильно быстро изнашивался, настраивайте в диапазоне 35. То есть 35 это идеально, но зачастую топперы не жалеют свой автомобиль, делают прям 40, чтобы вообще прям дуло, передувало его и тачка прям летела. Но тогда вы чаще будете чинить двигатель. Я бы вам рекомендовал настраивать так, чтобы у вас была эта стрелка на 35. Ну вот это мой вам совет. Результат вы все равно заметите. Теперь что? Теперь хотел бы еще сказать, что когда вы настраиваете вот этот баллон с нитро, вы сильно как бы не смакуете, не надо удовольствие растягивать. Так как при каждом таком тесте вы тратите это нитро. И я это не замечал, но вот сейчас заметил, что вот реально вы тратите нитро, когда настраиваете. Прикольно. Никогда не замечал. Получается, когда мы настраиваем чип, и вот эти вот детонации происходят, так же самое страдает движок. Теперь про династенд. Вот эта стрелка, вот смотрите, я ее поставлю сейчас на 7800. Захожу в нитро и нажимаю тест. И смотрите, когда вот наши турбинки раздуваются, доходят до вот этой вот полосочки, включается вот этот вот баллон. И он нам добавляет ускорение, добавляет пиковую мощность. То есть он еще больше их начинает раздувать, помогает им раздуться быстрее этим турбинкам. И как бы стабилизирует работу чипа. Но зачем вам ждать? Поставьте вот эту стрелочку в начало, и тогда баллон с нитро сразу начнет работать. Он сразу вам даст тот результат, который бы вы хотели видеть. Он сразу начнет помогать турбинкам раздуваться и покажет себя в полной мощи. Не нужно его ставить под конец на средину. Ставьте его изначально, пусть он сразу начинает помогать турбинкам эффективно работать. Да, вы таким образом будете тратить больше нитро на заезд. Но с другой стороны, эта штука и придумана для того, чтобы этот сжатый воздух просто выходил в турбинки и помогал им быстрее раздуваться. И не более. Зачем вам вообще тогда этот баллон, если вы его хотите настроить на средину или вообще в конце? Ну зачем вам еще прибавка мощности в конце, если вы можете сразу прибавить мощность уже в начале? Для кого что-то непонятно, вы можете всегда нажать на вот такую вот иконочку, и тут вам рассказывается про нитро. Но я думаю, я вам и так рассказал все, что нужно знать про нитро. Сейчас я хотел бы зайти в гонку и показать вам, что в гонках этот баллон вам не нужен. И хотел бы уточнить, что вы должны настроить свой автомобиль сначала без баллона. Ведь когда вы будете его настраивать с баллоном, то когда вы его выключите, как я это делаю сейчас, ведь в гонках, в автогонках, а также в ПДД этот баллон вам не нужен. Зачем вам тратить нитро и использовать его? Вы его всегда отключаете. Если вы настраивали свой автомобиль с этим баллоном, то он не поедет скорее всего. Он вот просто не поедет. Потому что автомобиль был настроен так, чтобы он взаимодействовал с нитро, а без нитро он уже не будет ехать так, как он ехал раньше. Так что я хотел бы вам этим сказать, что настройте автомобиль сначала без нитро, а уже потом тогда начните настраивать нитро, и тогда автомобиль будет ехать как хорошо и с нитро, так и хорошо и без нитро. Вот, допустим, в моем случае у меня Volvo была настроена только под нитро, И сейчас у меня детонации, автомобиль плохо поехал, и я, конечно же, в третьей части проволива, настрою так автомобиль, чтобы он ехал и с нитро, и без нитро хорошо, потому что бывает такое, что купончики заканчиваются, у вас нету на них денег, и что тогда, не пользоваться автомобилем или пользоваться, и он вам не будет приносить тот результат, который он может приносить, ну, не знаю. Также, как я и говорил, вот этот баллон с нитро очень быстро убивает ваш мотор, и нужно настраивать грамотно автомобиль. Да, конечно, я перегнул, что прям один баллон убивает, у меня в целом автомобиль как бы еще не особо хорошо настроен, и это довольно хорошо заметно в сервисе, но я как только настрою, я уверен, что все равно использование нитро будет как-то влиять непосредственно на износ двигателя. Теперь что, я включил нитро, и хочу посмотреть и показать вам, как едет Вольво с нитро. Как мы видим, да, у Вольво нету зацепа, но вот сам баллон с нитро вам дает лютое ускорение, он помогает турбинкам раздуться, они сразу дуют на максимум, и это довольно прикольно, мне очень понравилось вот поначалу катать с нитро, тачка просто куда-то вперед улетает, вообще это прикольные эмоции. Так что я вам рекомендую сделать один автомобиль, который у вас будет прям фул, возможно это будет фул сетовый автомобиль, и на нем будет состоять баллон с нитро. Вот эта вот тема вам зайдет, и я думаю в будущем каждый из вас будет ставить на каждый свой автомобиль баллон с нитро. У вас недавно был шанс получить этот баллон с нитро бесплатно из контракта, я думаю многие этим шансом воспользовались, у кого-то не получилось, я им конечно же сочувствую, но я думаю в будущем разработчики еще будут устраивать такие движники, и вы когда-то сможете еще раз получить этот баллон бесплатно. Ну а теперь, если вы этого не успеете сделать, пытайтесь его выбить, копите деньги, покупайте, ведь реально баллон того стоит. Все что я знаю про этот баллон, я вам рассказал, про настройку тоже рассказал, настраивается он довольно легко, вы просто крутите крышечку, смотрите, чтобы у вас не было никакого передува, вот настраивайте его идеально, и едете спокойно. Я надеюсь вам ролик понравился, вы его оценили лайком, подписались на мой канал, всем спасибо за просмотр, с вами как всегда был Дифи, всем пока-пока.